корреспонденты распределились по кластерам строго в соответствии со своими профилями. Теперь возникает вопрос, каким образом происходит вторая ступень двуступенчатого кластерного анализа, то есть, как профили объединяются. Чтобы разобраться с этим, еще раз запускаем двуступенчатый кластерный анализ. Снова запрашиваем информацию по всем возможным решениям, то есть, по двадцати одному возможному решению. Запрашиваем PivotTables, именно по ним мы это увидим, ответ на наш вопрос. Итак, вот двадцать один кластер, двадцать один шаг. Критерий Шварца показывает нам качество модели. Мы видим, что качество модели некоторое время убывает. Точнее, возрастает. Да, конечно же. Потому что, как я уже говорил, любая функция правдоподобия, в том числе и нормированная функция правдоподобия, каково является критерий Шварца, она оптимальна в нуле. То есть, уменьшение критерия Шварца говорит о возрастании качества модели. Почему это происходит? Ведь нам приходится объединять профили, и тогда уже получается, что в каждом кластере не один профиль, а несколько. Это значит, что предсказывать по кластеру значение кластеризующих признаков мы можем уже менее точно. Но одновременно уменьшается и количество параметров, то есть количество кластеров. То есть, модель становится проще. И Шварц это учитывает. Поэтому минимума значения функции достигает в точке 13 кластеров. Вот здесь достигается минимум функции. Почему же минимум функции здесь, а не где-то здесь? Ведь количество кластеров продолжает сокращаться. Однако, существенно увеличивается неопределенность прогноза кластеризующих признаков по значениям кластеров. Однако, процесс происходит нелинейно. И в следующем году,